Уютный зал Брестского городского исполнительного комитета вновь полон. Здесь собрались все те, кто сделал проект «Берестейские сани» уникальным брестским открытием. Наработки теперь будут использованы для проведения аналогичных мероприятий в других городах региона. В зале нет посторонних людей. Здесь все те, кто заинтересован в том, чтобы областной центр постоянно развивался. На задумках и инициативах таких лидеров и создаются проекты, подобные этому. Обращаясь к присутствующим, Александр Рогачук отметил, что такие люди всегда видны, а их идеи обязательно находят отклик. Массовые мероприятия – это не только элемент развлекательного плана. Это составная часть привлекательности нашего города в целом. И как следствие привлекательности инвестиционной, туристической. То есть тоже это выходные какие-то реальные показатели. Вместе с тем абсолютно очевидно, что каких бы мы высокопрофессиональных и высокоподготовленных штатных работников учреждений культуры не имели, без опоры на руководителей предприятий, учреждений, просто неравнодушных людей, невозможно сделать мероприятие, в котором участвуют тысячи людей. Фестиваль «Ярмарка Берестейские сани» стал одним из самых массовых и ярких проектов. Это было множество торговых точек с продовольственной и сувенирной продукцией, лучшие творческие коллективы, насыщенная конкурсная программа, уникальный рождественский парад, заплыв моржей и специально приглашенные звезды. Коллектив «Джаз-Сити-Бэнд» Алена Ланская, Леонид Якубович, Надежда Бабкина. Большой вклад в работу внесли все – артисты, организаторы, дизайнеры. Поэтому каждый диплом, полученный в торжественной обстановке из рук городоначальника – заслуженная награда. Самое главное – все, что ты делаешь, делаешь с любовью. Особенно для любимого родного города это, безусловно, всегда очень приятно и радует. Поэтому для нашего любимого города готовы вновь и вновь радовать какими-то новыми проектами. Новый год мы встретили весело, в труде. Рождество тоже у нас прошло в труде. Ну, как год начнется, наверное, он так и поведется на весь год. Мы работы не боимся, всегда «за». В голове еще много интересных задумок и идей, в том числе проектов, таких которых вообще не было в Беларуси еще. И не все даже, может быть, проскакивали в России. То есть планы амбициозные. И этот проект, это мероприятие показало, что нет ничего невозможного. Особое внимание в рамках награждения было уделено участникам большого парада. Красочная платформа, представленная предприятием «Брежилстрой», действительно получилась одной из самых ярких. Строить красивые дома, строить красивый город. Мы уже умеем и хотелось что-то такое неожиданное. Поэтому это мероприятие в городе впервые. И мы нашли таланты, мы нашли руководителя, который действительно навел на такую мысль, что вот этот снег, вот эта чистота, вот эта красота на машине «Брежилстрой» – это, с одной стороны, реклама, что тут настоящие специалисты, хорошие люди работают. Мы очень довольны результатом. Спасибо, что такую оценку дали высокую. Спасибо и губернатор, и мэр города. Будем дальше таким же образом участвовать во всех мероприятиях общественных. Награды нашли своих обладателей. Около четырех десятков участников церемонии – это все те, кто сделал этот праздник. Своим умом, своей фантазией, своими организаторскими способностями и, конечно же, трудолюбием. В будущем году фестиваль «Берестейские сани» пройдет в Барановичах. Однако в истории почетным первым местом проведения инициативы останется наш областной центр. Прошедший фестиваль, в том числе и этот карнавал рождественский, или как его можно по-другому назвать, показал, что в Бресте есть огромное количество неравнодушных людей, которые во имя города, во имя продвижения нашего города готовы идти и лично участвовать, и организовывать вот такие большие массовые мероприятия. А сказать спасибо по итогам – это задача в том числе и городской власти, что мы сегодня вместе с вами и сделали. Кстати, работы у этих творческих лидеров уже достаточно. Впереди день города, встретить который брещане должны также весело и интересно.